граффити появилась на самом деле полвека назад больше полувека назад и она возникла действительно как надписи как просто имя на стене да это начали делать там подростки которых действительно давил город которые не видели никакой перспективы для себя в нем выйти из своего гетто как-то развиться то есть был какой-нибудь там условный паренек и он понимал что скорее всего он никогда в жизни не откроет бизнес там и вывеску со своим именем легально там не повесит и он как бы наверное думаю что вот хотя бы как-то в этом городе я должен быть представлен он брал баллончик и писал своими на стене и так появились граффити и сначала как бы средства были ограничены технически и были только баллоны и понимание того что хочется оставить свой след в городе об этом писал бодрияр это как бы можно почитать и интересная есть статья и люди это стали замечать потому что этих имен было настолько много что даже зритель который сегодня там может пройти мимо надписи там уже не было было некуда идти было невозможно обойти вот эти надписи потому что так выглядело например вот метро в 80-е годы в нью-йорке она была абсолютно покрыта какими-то следами присутствия людей не было камер не было как бы никакого security и это все превратилось в такую мешанину следов подростков каких-то да которые хотели свое имя увековечить в городском пространстве и все это конечно по законам логике да это стало усложняться развиваться и вместо бытования граффити было в основном метро улицы да и метро внутри вагоны и вагоны снаружи и граффити стало усложняться вместо вот таких вот надписи обычных да где просто есть имя они стали усложняться появились уже какие-то контуры уже захотелось как-то это все раскрасить расцветить добавить здесь вот какой-то узор из этих точек уже появился здесь тоже вот уже есть цвет есть контур есть какие-то узорчики уже есть какая-то подпись или послание какое-то обращение вот в углу здесь видно потому что ну как бы понятно что мастерство растет и когда-то берешь баллончик хочется уже там делать постепенно что-то более сложное и к 80 художники выросли настолько что смогли уже захватывать очень быстро очень большую площади зарисовывать то есть ну как бы наверное здесь не все понимают но вот это целый вагон да то есть это едет поезд и вот этот рисунок сделал нелегально это целый вагон это называется whole train и вот художник по имени донди написал свое имя очень сложно расположил вот эту как бы шартовую композицию добавил какие-то еще фон там какой-то вот эту руку там узор да и вот это все сделал нелегально то есть очень быстро ну и тут вот какие то есть тоже которые хотели бы забыть как донди но вот они смогли сделать такое в общем это все стало очень осложняться и этот жанр граффити классические классическое граффити она стала постепенно как бы затвердевать то есть вот например как здесь это нарисовано да то что здесь есть буквы у этих букв есть там объем есть внутренний вот этот контур там внешний контур какой-то фон то есть у этого есть определенное правило определенная как бы можно сделать инструкцию да вот как рисовать то есть ну как бы если вы захотите нарисовать граффити и введете это в интернете вам все как бы карты в руки вам прекрасно объясняют что нужно нарисовать сначала свою там имя потом обвести его там убрать какие-то дополнительные линии добавить объем добавить там блик ну и все как бы вот ваше граффити готово то есть это доказывает то что граффити превратился граффити превратилась в определенный жанр уличного искусства да то есть это написание своего имени и у этого есть определенные визуальные законы вот и к 90 появились настолько сложные формы такие как вайл стайл там ну вот сложились несколько там вайл стайл бабл стайл 3d ну то есть как бы и вот это такое закономерное граффити 90-х то есть это как бы стало такой условный вот то то чего достигло граффити за там 20 лет своего существования 70-х до 90-х вот как бы три таких основных стиля сложилось это так считается и как бы если ты был граффити художником то по идее ты должен был там тренироваться на бумаге чтобы потом выйти на улицу и сделать что-то что-то типа такого чтобы считаться там крутым чтобы тебя звали куда-то что-то расписывать и так далее и в принципе это было очень похоже на то как учились академические художники то есть они осваивали какой-то навык создавали сначала простые работы потом сложные работы и как бы вот приходили к тому чтобы соответствовать неким канонам сложившимся как бы ожиданием других художников ожиданием зрителя вот и в этот момент да это все происходило на западе и в этот момент примерно граффити приехала в россию кто-то вот привез она начала развиваться там в середине конца 90-х это вот легендарные русские райтеры а тут как бы нет ничего не предсказуемого то есть что в нью-йорке что там в берлине что в лондоне что в россии плюс минус это все выглядело одинаковым образом да по законам жанра это делалось это как бы ну то есть это выглядело вот так и сегодня это продолжает существовать и сегодня мы можем это назвать классическим граффити то есть когда есть какая-то имя автора созданная по законам жанра многие художники которые рисовали в 90-е там нулевые вот такие вещи они продолжили развивать оттачивать свои навыки совершенствовать свой стиль сегодня они например могут нарисовать вот такое то есть это уже сложно сказать что это шрифт хотя есть определенные намеки на это но это скорее такая абстрактная композиция там вариация на тему шрифта но здесь явно вот этот граффити следом тоже присутствует то есть сами формы какие-то техники вот это как бы само расположение это абстракции это все напоминает очень сильно граффити но понятно что человек просто устает делать одно и то же его стиль постоянно развивается вот это все шло где-то до это одна как бы да такая траектория развития граффити который в двухтысячных годах воспротивилась команда кэп если коротко то есть пока другие художники очень сильно старались развивать свой стиль делать вот такие сложные работы появилась в чехии команда кэп она расшифровывается как crew against people то есть команда против людей как бы против общества и в том числе и против вот этого граффити сообщества потому что ну вот это жестко жесткая жанра она как бы ограничивает фантазию там ограничивает свободу художника так считала команда кэп и поэтому она отказалась от вот этих жестких форм от многоцветности от стремления создавать какие-то сложные работы от попыток вот этих рисовать там профессиональными красками которые уже в это время появились и они рисовали какими-то дешевыми материалами если там классическое граффити стремится к тому чтобы его увидели то есть там бомберы стараются делать граффити на видных местах городе чтобы было как можно больше зрителя то команда кэп делала это в каких-то заброшенных местах и даже здесь вот видно на вот этой фотографии что контур там очень неровный то есть они как бы не старались сделать это так как нужно они не старались сделать точно красиво и они стали основоположниками такого направления как антистиль ну то есть традиционно как бы связывают деятельность команды кэп с зарождением антистиля его называют еще агли стиль там аглия стайл треш граффити и прочее того очень много названий которые в принципе обозначают одно и то же явление то есть такое как бы параллельное течение в уличном искусстве да вот это зачем куски первые и для него она считается таким как было очень дискуссионным потому и в принципе потому что граффити такая не очень описанная история граффити стрит-арт и многие люди как бы не понимают что такое антистиль то есть как например отличить там антистиль и стрит-арт и все такое и я буду в москве об этом рассказывать в конце месяца более подробно и я такие в общем обозначила для себя несколько несколько принципиальных как бы характеристик антистиля во-первых это протест против традиционной красивости то есть если там и граффити и стрит-арт стремится к тому чтобы быть эстетичным то антистиль совершенно отрицает эту историю намеренно намеренно как бы провоцирует зрителя на то чтобы сказать это некрасиво то есть если например широкая публика говорит там вот нарисуйте цветное это будет классно это украсит наши стены там наш город станет позитивным и красивым то вот например художник антистиля говорит но я нарисую черным потому что могу как бы окей или там классическое граффити говорит вот там нарисуйте например чтобы было понятно да что это там буква долго листать простите то есть классическая граффити говорит там нарисуйте вот по указке нам буквы со стрелками там многоцветные красивые с тенями и завитушками тут приходит там художник играет мы нарисуем черно-белое и как хотим вообще еще котика добавим вот сюда как бы потому что можем или там просто какую-то такую фантазию на тему букв сделаем потому что можем или там просто какие-то силуэты сделаем букв без теней без каких-то украшательств и так далее и несмотря на то что это все еще имя то есть вот здесь например это надпись ботокс это очень трудно прочитать потому что вот эти буквы они распадаются как бы на составные части и если классическое граффити все равно она сохраняет вот эти очертания как бы понятно что вы подготовлены зрители вряд ли различит это имя но принципе можно понять что это очертание букв но антистиль он как бы начинает вот эту историю с написанием имени размывать если здесь еще понятно например что написано ботокс можно догадаться то здесь уже как бы очень сложно например понять что вот очень сложно прочитают что здесь написано безор например почти невозможно то есть вот это вот форма буквы она намерена деформируется дома узнаваемости и это все еще как будто остается надписью вот тоже да ну то есть и и как бы здесь это тоже получается эта надпись но на самом деле прочитать ее невозможно то есть здесь вот это шрифтовая композиция с именем она становится просто какой-то абстракцией и например в книге настя она в основном взяла такие как бы вещи очень напоминающие то что в институциональном искусстве называется абстракции но мне кажется что в антистиль можно включать и то что вот делала команда кэп потому или вот такие вещи да то есть здесь вместо того чтобы написать осколки как-то более-менее понятно или более-менее традиционным образом автор просто делать такие стилизованные буквы то есть антистиль это такая штука это как бы протест внутри внутри уличного искусства это протест во первых против традиционной эстетики всего что называется красивым или это протест против тех канонов граффити которые сложились то есть там вот этого понимания что буква должна быть обязательно там с тенью с аутлайном с лайном с вот этим вот всем и вот это такие две основные вещи которые очень важны для понимания антистиля то есть это либо некрасиво по общечеловеческим понятиям либо это некрасиво по субкультурным понятиям граффити вот и я не уверена что включила сюда были такие классные картинки а ну вот например гермес гэнг это тоже современная команда зарубежная да это вот то про что я говорю про традиционное как бы в общечеловеческом понимании наверное это не очень красиво потому что во первых как бы что-то непонятное происходит почему-то ангел тут какой-то тоже неблагостный как бы и курят еще потом какие-то голые тела и вот это в общем это как бы наталкивает на мысли об уродстве то есть эта картинка наталкивает на мысли об уродстве во-первых из-за сюжета во вторых из-за того как она сделана то есть вот эти вот норовные контуры какие-то все какое-то схематичное скорее всего большинство людей и большинство как бы даже включенных культуру людей это будет раздражать потому что по идее это некрасиво вот и это тоже такой как бы антистиль ну и понятно что тех кто делает традиционный стрит-арт это раздражает те кто делает традиционные граффити это тоже раздражает потому что как бы идет это нарушение канонов но при этом чем интересен антистиль и что действительно возближает современным искусством это то что в нем очень хорошо виден автор то есть например если если знать о том что вот есть там допустим олег кузнецов художник да и вот то что слева такое ок это нарисовал он если увидите вы на улице то понятно что это вот нарисовал он потому что вот этот авторский почерк который есть любого современного художника он начинает узнаваться то есть работает здесь в антистиле начинает работать не только жанр не только какая-то вот твердая форма не только инструкция но и вот этот вот какая-то неповторимость руки художника и это конечно очень приятно помимо того что это визуально интересно и это такой новый опыт это еще и как бы вот это вот сладость узнавания автора авторского почерка ну и антистиль как бы понятно из названия что он идет там против как бы канонов да но он и вызывает наверное столько столько неприязни потому что порождает вот это вот новую эстетику внутри как бы уличной культуры и вот так вопросу к тому какое будущее конечно ответить невозможно потому что но как бы прозревать дара никого нету но то что происходит вот сейчас граффити мне кажется это немножко похоже на то что происходило там сто лет назад когда появился русский авангард потому что ну там вот как бы как малевич сказал что типа мы больше не хотим старое искусство и вот мой прекрасный супрематизм там и белый белые люди ходят как бы и нам ничего рисовать не нужно потому что как бы уже все сказано вот примерно мне кажется на том же этапе сейчас находится в определенной степени уличное искусство вот и как она будет себя вести дальше но сказать невозможно но наверное это вот какой-то получается своеобразный такой уличный авангард сейчас происходит вот но это одна как бы одна и одно и стечение то есть есть вот такой вот там антистиль есть классическое граффити есть стрит-арт которые мы сегодня можем видеть когда мы выходим на улицу то есть все вот эти вещи происходят параллельно и как бы друг другу не мешают но наверно вот это вот что-то похожее на вот эти вот работа я думаю что можно сказать что это самое такое как бы ультра современное направление в личном искусстве вот как то так да я думаю что все сказала если у вас есть какие-то вопросы ну и конечно посмотреть это можно в книжке которую мы сделали с институтом исследования стрит-арта на у нас есть один экземплярчик мы можем дать посмотреть вообще заказывайте да она там не будет там будет там не будет шрифтов потом ну как бы потому что все равно у всех как бы свое видение что такое антистиль я излагаю свое видение считаю его как бы адекватным но в этой книге будет очень много интересных других вещей которые например я не включила то есть там каких-то скульптур уличных или больше абстракций потому что но я все равно как-то больше тяготяю к шрифтовым композициям и вот вариациям на тему шрифта вот как это